Я хотел бы еще пригласить Евгений Козлов, это читмаркс-нофисер U-Bank, Борис Ким, Киви, и Игорь Карпович, хедов имена и стратегий бизнес-деволопмент Сбербанк. Я на самом деле, может быть, задам два-три вопроса, чтобы разогреть дискуссию, и потом мы перейдем к вопросам в зале. Ну, поскольку всем интересно, был бы вопрос про Яндекс.Деньги, соответственно, сразу же перейдем к точку зрения Сбербанка. Спасибо, во-первых, за приглашение выступить на панели, здесь, конечно, очень приятно, что Сбербанк, как большая структура, считается в какой-то степени инновационной компанией до сих пор. Немножко о Яндекс.Деньги, конечно. Для нас эта тема очень внимательная, очень интересная. Вы сказали свое мнение. Мы, конечно, видим гораздо больше симбиоза и синергии, нежели чем даунсайда. И для нас это принесла попытка перескочить каковременный биток, и вместо того, чтобы инвестировать свои деньги и долго это дело развивать, мы просто решили сработать с Яндекс.Деньгами и использовать платформу. И Женя Забалишина, конечно, очень талантливый CEO, поэтому мы очень оптимистично смотрим в будущее. И с точки зрения энергии между нашими клиентами, онлайн-клиентами, у которых у нас 70 миллионов, и то, что есть у Яндекс.Деньги, и возможность создать электронного кошелька, в принципе, это все очень-очень положительно это смотрит. С точки зрения Сбербанка, конечно, хотя бы немножко расширенно подойдите здесь, потому что тема – это финансовые стартапы, и мы, будучи большим банком, конечно, с большим интересом смотрим на всю эту поляну. С точки зрения развития Саби, но и также работы со многими стартапами, с которыми мы видим возможность сотрудничать. Не просто как конкуренты, как вот сейчас был банк, инстабанк, да, а люди, с которыми мы можем совместно сотрудничать. И мы сейчас очень активно развали бизнес-набир-бенчинного финансирования, где мы будем достаточно активно финансировать компании, в частности, в этой же области, поскольку у нас, Юрий как-то говорил, у нас и большая дистрибьюшненность есть, и большое количество клиентов, и, в принципе, используя эту платформу, есть большая возможность для развития их новых продуктов. То есть вы на все это стартап-сцену смотрите все-таки с интересом, да, не как в детских выбер-махах, такой серьезный национальный... Я считаю, если обтаргироваться, в России в целом очень большой потенциал для стартапов в целом и для финансовых стартапов в частности. Почему, например, когда они пригласили в Нью-Йорк после 20 лет в Штатах? Я просто очень положительно смотрел на Россию, на российский рынок, на возможность создания здесь, развития крупных компаний, так и мелких компаний. Я считаю, что понятно, настолько большая и быстро развивающаяся, что есть место и для мелких стартапов, и для крупных банков. Хотя, конечно, Сбербанк, это большой титаник, но, с другой стороны, это очень-очень большая возможность развития, как для нашего банка, так и для других стартапов, потому что, даже вы можете видеть, очень много клонов сейчас, конечно, в России. То, что уже работает на Западе, очень быстро, элементарно имплантируется в России сейчас. То есть, что такое Тинькофф Критнеситет? Это не что иное, как Критон, инфицированное в России. Все очень просто. И очень много таких стартапов, которые можно сейчас назвать, которые просто это Копикетс, от того, что существует, работает. И что сейчас очень положительно, по всем мире, в частности, в России, да, что возможность создания стартапов очень облегчена. Если 10 лет назад вам уже было там, ведь не смотрела в дороге, то, чтобы начать кампанию, сейчас, что нужно как-то открыть на карточках, да, потому что, с точки зрения Cloud Computing, хастирования и так далее, совершенно очень просто начать кампанию сейчас. Кампания, которые Dropbox, которые показаны, да, они прошли от стани гаража до 4-х миллиардов долларов границей степилизации, и чинить бухли. И этот период ускоряется и ускоряется, ускоряется. Поэтому очень большое количество транзакций в России сейчас кэш. 95% это кэш. Это просто немеренная поляна, где многим компаниям, нашему банку и другим компаниям, очень большая возможность по какому-то пейментсу и так далее. Можно небольшой комментарий? Смотрите, говоря о ощущении конкуренции, скорее, вернее так, говоря о венчурном финансировании, вы скорее говорите о неком стратегическом партнерстве, потому что у венчурного капиталиста конкурентами могут наступать только другие венчурные капиталисты, но никак не другие банки. То есть вот мы несколько раз сталкивались с подобной позицией, когда искали деньги на старт. Крупные игроки, в том числе и Киеве, выбирают себе проекты, которые они могут так или иначе вписать в свой стратегический бизнес. Они не готовы финансировать стартапы, как классические VC. Я позволю не согласиться, потому что есть Apple Finance, где, как бы, компания забудет в капитал, а есть Debt Finance, там модель, которая очень успешно работает на Западе, в частности, у нас есть стратегическое соглашение партнерства и развитие аналогичных бизнес-падали в России. Я говорю о последнем, не о первом, хотя у нас тоже есть венчурные фонды, которые инвестируют в компании, которые нам стратегически интересны. Такой факт есть, но есть же компании, которые мы просто начинаем финансировать и будем финансировать с точки зрения не потому что они на стратегическое интересное, а потому что это просто хороший бизнес. Спасибо. А вы как прокомментируете? Ну, мы небольшая компания и мы не можем просто разбрасываться. Мы не венчурный фонд, мы компании, которые занимаются платежами, поэтому мы ищем стартапы, мы их финансируем, но мы выбираем, как правильно Роман сказал, мы выбираем только то, что можно потом встроить в наш бизнес, стратегический или тактический. Просто другой бизнес у нас, мы не венчурные предприниматели. Можно? У меня такой вопрос. Здесь уже по разу был помят Dropbox. Dropbox довольно интересная история, потому что когда они пришли к Стиву Джобс, он сказал, что вы будете уничтожены. Но случилось то, что они смогли найти модель, монетизироваться и даже прибыльные, в отличие от многих финансовых стартапов. Вот я хотел бы задать вопрос стартапам-стартапам, которые представляют Юбанк и Инстабанк. Как вы верите в свою монетизацию? Как вообще? Вы все-таки product, business or is just a feature? Есть ли такая опасность? Про Юбанк. Мы сделали мобильное приложение, с помощью которого можно легко и быстро оплатить ключ услуг и сервисов. И наша стратегия очень простая. Сейчас мы хотим, чтобы Юбанк был в каждом смартфоне, поэтому мы заключили соглашение с самыми крупными игроками на рынке России и СНГ. Это компания Samsung и компания Flight тоже не хочет варить большие продажи. Один из наших партнеров. И, собственно говоря, в конце этого года мы ожидаем, что у нас будет порядка 10-15 миллионов смартфонов в России и СНГ и сюжет предусловлен в нашем приложении. Все это нам даст такой небольшой профит в маркетинге, то, что приложение уже у людей есть и раз не раз человек откроется приложение и мы его воспользуемся. И мы сейчас видим статистику, что это происходит действительно. В общем, неплохая конверсия у нас в истории. То есть, поэтому мы смотрим на этот рынок и мы с той стороны, что нам необходимо сделать так, чтобы люди могли это сделать, а дальше мы уже разрабатываем наши дальнейшие планы, как они этим будут пользоваться. То есть, сейчас у нас реализован там базовый функционал какой-то и мы планируем там новую версию, гораздо вам расширить там и представить новые функции, которые, возможно, будут людям интересно. И все. Позиции Инстабанк. Ну, смотрите, как я говорил в своем выступлении, хранить деньги и вести записи на бумажке могут многие и делают это уже сотнями, если не тысячами лет. Что делает Инстабанк? Инстабанк переносит банкинг в какой-то определенный контекст. контекст вашей жизни, контекст ваших взаимоотношений с друзьями. То есть, вот это вот ключевая наша задача сделать вирусным привлечение клиента в банк. И именно по этой причине мы все же продукта не фича. Что вообще, Тайса? Знаешь, можно я свою точку зрения выскажу? Интересная дискуссия. Я вообще считаю, что любой финансовый посредник, который занимается платежами, это вообще фича, это не отдельный продукт. Нам еще надо очень серьезно постараться, чтобы стать продуктом. Потому что ведь, как известно, никто не любит платить. Но нет такой потребности людей платить. Нет у людей потребности использовать Инстабанк или Юбанк, или Киви, или даже Сбербанк. Простите. Но нет такой потребности. Есть потребность купить что-то. Соответственно, мы как посредники должны быть, а, либо незаметны очень, чтобы люди, когда платили какие-то комиссии, просто не задумывались, смотрите, чем менее заметны мы будем, чем мы сделаем более безболезненным расставание людей с деньгами, тем лучше мы будем. Либо мы должны придумать какой-то продукт новый, который мы, как уже активные участники процесса, предложим. Ну вот, те же интеллектуальные скидки, о которых сейчас все говорим. А будучи, играя на поле платежей, мы, конечно, вообще все фичи. Мы не продукты. Я соглашусь, на самом деле. То есть мне кажется, что это просто такая, ну, транзакционная модель, она не может там существовать вечно, как бы, да, но, тем не менее, она существует, у людей есть потребность сделать какие-то регулярные платежи, и потребность там никуда не исчезнет, вообще никуда. То есть самое главное здесь стратегия – стать воздухом. Никто его не замечает, но всем дышим, да? Это одна стратегия. Это одна из стратегий. Но тогда мы все превратимся там в процессинговые компании, которые зарабатывают очень небольшие деньги один цен с транзакцией. На самом деле никто из нас этой судьбы не хочет. Но тогда нам нужно придумать, что построить вокруг платежей так, чтобы мы стали стороной вот в этом взаимодействии с клиентом. Банки уже давно это придумали. У них есть платежи, где они должны быть незаметными, должны быть посредниками. Но есть продукт один, в котором они выступают сами, провайдерами, кредитные карты. Вот тут банки поступают активным поставщиком некую службу, которая называется кредит. Может быть, добавлю немножко. Потому что платежи – это вот такой крючок, который позволяет зацепить клиентов. Если кто-то пользовался, например, я в банки практически не ходил в врачи. Потому что все делается онлайн последние годы. И вот эти платежи – это настолько крепкий крючок. Я соглашусь, конечно, что вокруг. Это нужно что-то отстраивать, расширять бизнес-модель. Потому что иначе это будет просто такой мануалинский бизнес, который хоть и хороший, но со временем маржинальность будет уменьшаться. Потому что больше и больше конкуренции. Вопрос здесь как для банков, так и для нишевых игроков – это как не только удержать клиентов, но и создать такие value-added services. Потому что нужно эту модель расширять, платформу расширять. Поэтому, в принципе, мы над этим тоже очень активно сейчас работаем. Потому что у нас есть клиенты. И вопрос, как с уменьшением транзакционных костов, как нам расширять продукты и лояльность клиентов. А что вы думаете, ребята с планшетами и смартфонами отберут клиентов из бранчей? Мне кажется, даже бабушке удобнее откнуть планшет, чем стоять в 9 утра. Можно я скажу, что в нашем случае мы вообще не конкуренты банков совсем. То есть мы не воруем ни в клиентов. Мы просто помогаем клиентам небольших банков делать какие-то платежи стандартные. Не дошли они до какой-то онлайновой системы управления платежами или мобильное приложение неудобное. Они подключают к нам карточку банковскую и делают все то же самое, что там могут клиенты делать крупные банки. Все. Они могут гасить кредиты. При этом на одну карточку приходят деньги зарплатные. Допустим, карту они подключают и с нее могут оплачивать какие-то кредиты. То есть все абсолютно для операции делают. У меня несколько отличная позиция все же. Мне кажется, что в какой-то степени мы сейчас действительно выступаем, ну не сейчас, а через какой-то промежуток времени выступим конкурентами. Но в конечном счете Ситибанк, Банков Америка или Сбербанк вынуждены будут нас купить. Я, кстати, не согласен, что вы не конкуренты, потому что это вы пока не конкуренты, потому что маленькие. А потом, когда у вас будут данные, они могут быть намного даже более богатыми, чем у даже крупных банков в этой стране. А данные – это то, что позволяет вот как раз придумывать эти value of services или новые каналы доступа. Илья, конечно, это все разговоры, ну если бы ты пришел к банкиру и сказал, ну у нас же здесь такой откровенный разговор. Конечно, это конкуренция, потому что что у банков происходит? У банков происходит десинтермедиация. Ну, то есть они теряют контроль над клиентом. Они начинают работать как источники средств, просто как труба. То как это операторы становятся сейчас? Как они собраны? И что, что там операторам это нравится? Не нравится. Ну, что они делают по-другому. Делают приоритеты по полутирбаково с красными. И банкам, и банкам это тоже не нравится. И поэтому говорить о том, что вы не конкурент. Вы не конкурент, просто что маленький, действительно. Как только вы вырастите, вы будете еще тем конкурентом. Я соглашусь, какой-то элемент конкуренции, конечно, есть. И поэтому мы, конечно, этим очень работаем. Например, PayPal мы с ними разговаривали. И, конечно, я думаю, у них в России бизнеса не получится. Может, здесь нет Игоря. Но будут другие ребята, которые постараются захватить рынок платежей. И платежи это, мы считаем, для нас такой корпорат, без которого банки существовать не могут. Поэтому элемент конкуренции совершенно четко будет. Если позволите, я хотел бы тогда еще аудиторию спросить, у кого есть вопросы. В России много чего есть. В России, вот как правильно говорить, есть Почта России. Довольны ли мы Почтой России? Есть, конечно, но просто eBay не сможет стать серьезным поставщиком клиентов для PayPal. Вот что надо. Вопрос, наверное, ко всем участникам. Многие из нас, наверное, создают интернет-магазины. И хочется одну кнопочку просто устраивать. Можете ли вы все, как бы, по грунту ли вы лицом к интернет-магазину? То есть мне нужна, допустим, я не могу платежа хорошего строить. Мне нужно постоянно все банки подключать отдельно. Агрегаторы, которые берут в большую колесию. То есть у каждого из вас можете ли вы предложить что-то очень удобное и на сайте интернет-магазина, и в мобильном приложении. То есть кнопочку, там, Insta, банк, к примеру, единую. Чтобы я на нее нажал, и всех своих друзей, там, ВКонтакте, Фейсбуке мог осуществлять платежи, там, или в Киеве. То есть одну кнопочку, да. И отдельный вопрос такой. То есть настолько вы ориентированы на интернет-магазины. Потому что электронная коммерция, она, в основном, у нас, как бы, в интернет-магазинах, да. И, как там, банку, вопрос, ну, да. То есть, разный на футбук, а сравним просто вот в футоне. Вы, получается, здесь снимаете. Вы хотите в футбук приклеиться, там, ВКонтакту? В России много, все сидят ВКонтакте. Спасибо. Можно я начну, да, наверное? Ну, вот вопрос был, там, по-вот, там, интеграции с магазинами. Ну, мы небольшая компания, да, но в Тене мы уже реализовали такой простой модуль, который позволяет в любом веб-мастер добавить, там, буквально, одну строчку кода и перевязать платежи через юбанк с любой банковской картой на сайте. Плюс ко всем мы сейчас активно работаем с мобильными разработчиками, девелоперами, которые хотят принимать деньги в своих приложениях. И это очень достаточно просто делается. Сейчас будет, ну, скоро интеграция будет с компанией Intaxi, которая делает таксонаторные перевозки, ну, заказывает там такси. Люди могут спокойно карточку привязать и делать эти платежи без проблем. Ну, и так, дальнейшие какие-то проекты, ну, что же мы планируем. Я думаю, что банки наверняка уже делают эквариум сто процентов. Совершенно верно. По-моему, вопрос больше был One Click Checkout, да, я так понимаю, что настолько упростить процесс Checkout, например, в Amazon, если кто-то пользовался Amazon, да, то же самое сделать в России, в принципе, у нас такое решение уже есть. Следующий вопрос. Костомат. Костомат. Да, действительно, мы хотим стать между мерчантом и клиентом. То есть в своем выступлении я вам рассказывал про историю оплат через открывание кошелька в приложении, да. Эта история поборется с платежами, с использованием NFC, вот. Ну, а также, безусловно, у нас будет модуль для e-commerce для того, чтобы клиенты Инстабанка спокойно могли рассчитываться в интернет-магазинах. Спасибо. За. Да. День Новый. Серебренников, ДОПСА. Ну, я точку зрения, если можно, выражу очень быстро. Мне показалось, ваше суждение, недалеко от реальности. Дело в том, что маржинальность сейчас падает у всех, это всем известно прекрасно. Вот. Если у Инстабанка является, скорее, особенностью, да, какой-то там фичи, то есть продукты просто, которые появляются. Есть сейчас огромное количество, там, ACA появляются, новые, там, транзакционные всякие проекты, где, скажем, там, Волог, где до 10 долларов транзакции вообще ничего не стоит, и так далее, и так далее. Так что конкурентность будет нарастать, и ваши касты связаны с тем, что у вас есть физический офис, они вас будут давить вниз. Соответственно, мир будет меняться. И за вот такими продуктами, такими леет, это вопрос, конечно, конечно же, но за продуктами и новые технологии, за них будущее, и в частности платежи, на самом деле, если вы вспомните тему первых выступлений, это, вообще говоря, нечто связанное с сообщениями, как ни странно. Ну вот, и вот вопрос, вот, неужели вы, так сказать, не видите, просто я слушаю вас и удивляюсь, неужели действительно банки думают, что вот у вас так все хорошо? Спасибо. Ну, я позволю ответить, мы, в принципе, у нас достаточно хорошо, потому что мы заработали больше 10 миллиардов долларов, миллиардов долларов на рынке в прошлом году. Поэтому, в принципе, не так уж все и плохо. В Doomsday scenario, конечно, уже об этом давно говорят, да, 10 лет на интернет появился, что все банки выйдут в существование. Поэтому я, в принципе, в это не верю, по большому счету. Думаю ли я, что нужно менять бизнес-модель? Абсолютно. Абсолютно. Должна меняться. Будут ли бранчи существовать через 10-15? Я думаю, что будут. Просто функциональность бранчей будет меняться, да, или будут ходить они за транзакциями, а это больше будет похоже на sales office. Я тоже другой развивался. Вот, но банки будут существовать, потому что есть потребность. Но бизнес-модель будет меняться со временем. Я тоже считаю, что вот это такая-то такая-то с точки зрения, что все отделения сейчас умрут, они вообще не нужны, это, мне кажется, ошибка, потому что действительно отделение – это очень важный канал привлечения клиентов. И вообще говоря, Kiwi кошелек, он же появился позже гораздо, чем Яндекс, и Яндекс.Деньги, и WebMoney. И почему он был успешен? Он был успешен во многом, потому что, в отличие от WebMoney и Яндекс.Денег, у Kiwi был канал привлечения в виде терминалов. Это часть стратегии, потому что вы должны всегда канал дистрибуции смотреть. И просто будут дистрибуироваться через отделение, а Сбербанк будут дистрибуироваться более тяжелые продукты, более высокомаржинальные, которых у банка очень много. Поэтому, мне кажется, смерть, то есть вот эти все разговоры о смерти отделения – это так, преждевременное преувеличение. К сожалению, на этом нас просят заканчивать, поскольку мы, как и предыдущие, дальше уже перебрали сильно время. Если можно, буквально по 15 секунд каждое какое-то заключительное слово, если есть что сказать, по финансовой секции. Ну, очень кратко ты сказал уже, мы очень положительно смотрим на будущее, и увидим существенную роль банков, конечно, будет несколько меняться, и, в частности, с точки зрения финансирования стартапов для нас, это очень-очень интересная эта бизнес-модель. Я отдаю коллегам свои 15 секунд. Я, конечно, все сказал. Спасибо. На самом деле, чем не происходило с платежами, я уверен, что телефон всегда будет рядом, и это будет тот строительство, через который люди будут делать платежи, независимо от того, это будет на экране происходить или касание. И уже вот сейчас с меня знакомый, работа в компании, очень круто, мы телефон делали. Мы с ним уже тестировали, приезжали на заправку и оплачивали покупки телефоном. Забегаются все сразу смотреть, как это происходит, и думают, что мы какие-то хакеры, на самом деле. Но это уже работает, это уже реальность, и я думаю, что в следующие 2-3 года все будут, ну, все самые прогрессивные, как всегда, будут платить с помощью телефона. Ну, а уже как это будет происходить, я думаю, что покажет только время. Ну, я думаю, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому от того, что мы проявляемся, хорошо всем. Ну, я имею в виду клиентам банка. И поэтому поддерживайте нас, заходите на Facebook, лайкайте нашу страничку, загружайте приложение. Вот это позволит вам в стратегической перспективе принять участие в изменении банковского мира. Потому что, так или иначе, крупные банки, платежные системы смотрят в нашу сторону и пытаются меняться. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Слушайте, я вам скажу пару слов. Предвосхищаем просто будущее. Мы там приготовились в карточке с Эдесси. Можно их взять и оплачивать кофе в автомате. Ну, так. Если бы это не сделали еще, попробуйте обязательно. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты спикером. АПЛОДИСМЕНТЫ